Мы с вами два собрания подряд разбирались с эгоизмом и гордостью, если вы помните. Мы до конца не дошли, я оставила эту тему на сегодня, взяла нечто, вернее из той темы вышла другая тема. И я вместе с вами точно так же освобождаюсь, как и вы. Понимаете, о чем я говорю? И я получила свободу. И сегодня хочу сделать некое заявление. Потому что я свободна. И свободный человек может только это сделать. Многим мужчинам не нравятся мои проповеди, я это знаю. Но это не закроет ни в коем случае мне рта. Вам придется меня слушать, потому что не вы меня сюда поставили, а сам Бог меня сюда поставил. И нравлюсь я вам, не нравлюсь мне все равно. Вы нам понимаете, я не набиваюсь на комплимент, я говорю то, что есть. То, что есть. Я хочу сказать вам, что мое призвание в этой церкви пророка. И я говорю вещи, которые не нравятся многим, потому что я поставленный Богом пророк. И я не просила этого служения. Я всеми бицемсами всей своей жизнью отказывалась от этого служения. И многие, которые знают меня давно, они знают это. И каждый раз, когда пастор говорил, что Бог поставил меня пророка, у меня внутри, кроме бунта, ничего не вызывало. Но я служу именно служением пророка. И поэтому вы должны, люди мои, церковь, вы должны понимать, что служение пророка, это не служение проповедника. И есть некое отличие. Проповедники, они могут воодушевлять, вдохновлять вас, поднимать ваши бицепсы, чтобы вы орали, аллилуйя, вышли назад и остались такими же. Но пророк делает некоторую другую работу. Пророк вас косит изнутри. Он режет вас изнутри. И если вы будете слушать только вкусную пищу, мы люди, мы любим вкусно кушать жареные пончики, жирную свинину, жареное мяско. Мы любим кушать только все вкусное. Но вкусное не значит полезное. Когда меня гладят и говорят, ты посажен, да, ой, как это приятно. Но вкусное не всегда является полезным. И когда вы приходите к доктору, и доктор говорит, нельзя есть это, нельзя есть это, нельзя есть... Это и у тебя глаза расширяются. А что же мне можно? Овощи без масла. Чуть-чуть сметанки, возможно, сырочек, чик-чик-чик. Хлеб белый, пушистый, нельзя, а как же хочется. Зубы повыпадают к старости. Понимаете, о чем я говорю, да? И она так заманчива, вот эта кухня украинская, она вся жирненькая. Она такая... Загрубежные гости не любят украинскую кухню, потому что она жирная. Она на вкус вкусная, но тут болит, тут болит, печенка хватает, отрыжка не горошая, правда? Поел овсяночки с утра. Без молочка, без сахарка, без маслечка. Ты думаешь, фу, как невкусно, ты ее топчешь, она... Это вступление, люди. Ты ее топчешь, она не лезет, ее туда... Как невкусно. Она невкусна, но она полезна. И когда ты ешь не на такую вкусную, но полезную пищу, кишечник что делает? Очищает сожну. Все чистится, кровеносные сосуды чистятся. Все чистится, не правда ли, а? Капусточку поел. Аллилуйя! Так вот, если вы... Это точно так же в церкви, когда вы слушаете только красивые проповеди, которые льстят вашему слуху и облизывают вас, это не меняет жизни людей. Рано или поздно у вас опухоли внутренние появятся, а потом кастрировать придется. И Иисус сказал, моя истина, слово мое, это как меч. Обоюда! Этот меч, заостренный с двух сторон, как вы думаете? Лида, подойди ко мне. Взял бог меч. И говорит, Лидочка хорошая, прекрасная. Так и продолжай, мой дедочек. Разве меч гладит? Что делает меч? Спасибо. Меч берет и прорезает там, где даже матушка-мама ничего не знает. Вот что делает меч. И обнажает опухоль, и вырезает ее, выкорчевывает. Вот что делает истина. Вот что делает истина. А теперь вернусь к мужчинам. Очень много заострила я внимание прошлых двух собраний на мужчинах. Я вернусь к тому, что мое призвание быть кем? Пророком. И Бог мне напомнил вчера в молитве, что когда-то, Лида, наверное, точно знает, давно когда-то, Бог через меня говорил, что Он намерен поднимать мужчин здесь, в этой церкви. Было? И каждый раз, когда я выхожу на сцену, мужики некоторые выскакивают из зала. И мне хочется сказать, вы куда? И я буду говорить вам, мужчины, буду говорить, потому что Бог намерен поднять вас и поставить в служение, чтобы вы приносили плод в этой церкви. И хотели бы вы, не хотели бы, я все равно буду говорить. И я не буду, может быть, вас так хвалить, какие вы сильные воины. Не, а я буду говорить. Почему? Потому что я еще консультант семейный. К сожалению. Понимаете? И когда ваши жены плачут от вашей любви с рогами, то пощады вам не будет в моей церкви. Вот и все. Разберемся. Понятно? И все мужчины сказали, хотите слушать их, хотите нет. Нет, ваше право. Ваше право. Делайте свои соответственные выводы. И выводы-то делайте по своему растлению ума. Всего начинаю. Но мудрый мужчина примет к сведению и начнет меняться. Чтобы его жена на самом деле вздохнула, счастливо сказала, слава тебе, Господи, не за меня, а за истину, которая вырезала пухлину внутри. Аллилуйя. Все сказали? Аллилуйя. Давайте поаплодируем Господу. Боже, спасибо тебе. Боже, спасибо тебе. Скажи, Бог, давай мне правильную пищу. Бог, давай мне правильную пищу. Не та, которая будет льстить моему слуху, а та, которая будет менять мою жизнь в корне. Аллилуйя. Итак, откроем Иакова, первую главу. Мы книгу Иакова и в прошлый раз смотрели, но сегодня я хочу дать вам некое другое место. И мы сегодня, в общем-то, как и всегда, будем говорить о правде жизни. О правде жизни. Когда мы приходим в церковь, и когда мы друг с другом общаемся, мы всегда показываем самые лучшие стороны. Правда же? Своего жития, бытия. Правда? И даже когда нам гости заходят в дом, мы быстренько перед гостями порядок шесть, 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 шесть. Сделали все, навели, чтобы опять снова показать самое лучшее. Правда? Давайте будем читать это местописание. Первая глава с двенадцатого стиха. Я хочу, чтобы мы прочитали на этом переводе, как написано, потому что я буду проповедовать со своего перевода, там немножко по-другому. Давайте читать вместе. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь, любящим его. Дальше. Мы будем читать по семнадцатый стих. В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом, и Сам не искушает никого. Дальше. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Дальше. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Дальше. Дальше. Сейчас, он думает. Думает. Что там случилось? Дальше не будет думать, да? Нет, шестнадцатый стих. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Семнадцать. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и не тени перемены. Потрясающее место. Потрясающее место. И вот именно это место, которое описывает Иаков, делает абсолютную кашу в умах верующих людей. И люди никак не могут разобраться вообще, что это происходит. Но здесь Иаков, я постараюсь побыстрее все это объяснить. Первый стих, двенадцатый стих. Дайте, пожалуйста. Я прочитаю со своей Библии. Счастлив человек, который стойко переносит испытания, потому что он, выдержав их, получит венок жизни, обещанный Богом тем, кто его любит. И вдруг следующий стих абсолютное противоречие предыдущему стиху. Не правда ли? И пусть никто не говорит, подвержясь испытанию, он у меня здесь выдает, что это Бог меня искушает. Бога нельзя искусить злом, и Он никого не искушает. Но каждый искушается, увлекаясь собственными желаниями. У меня написано. И вот здесь происходит полный винегрет. И люди никак не могут разобраться, что происходит с ними. С одной стороны, когда они мучаются внутри, а каждый из нас проходит через искушение. Не правда? Только каждого искушение свое. И это искушение, то есть война, борьба, какая-то внутри нас. У каждого. У каждого. У каждого. Скажите, у каждого. Ну да, конечно, вы тут все святые, а я тут от самой грешной. Конечно. Вы все тут хорошие. Понятно. Все спрятано настолько. Иисус Христос самый святой и был что? Искушаем. Искушаем. Помните, да? И когда он был там в саду Идемском, когда его уже все подготавливали его, он молился. Он молился. И он был искушаем. И люди, которые возле него стояли, которые должны поддерживать его, заснули. И снова искушение приходит на Иисуса. И люди не понимают вообще, где, почему, ну, это же Бог допустил, одни говорят, это же Бог допустил. Даже среди пастыров идет неразбериха. Когда пастыра падают в грех, они говорят, это Бог допустил этому случиться в моей жизни. Он испытывает меня. Извините, скажите мне, пожалуйста, чем? Так вот, Иаков, вот в этом стихе, вернитесь, 12 стих, еще раз, вернитесь, 12 стих, будьте ласковы. Блажен человек, у меня написано счастлив человек, как можно быть счастливым постоянно в борьбе, постоянно в борьбе, постоянно воюя. Ну, ладно, хотите примеры привожу? Ну, вот Маргарита. Не надо далеко ходить. Извини, что я на тебе пример приведу. У нее есть муж дома, который, когда Бог начинает поднимать ее все больше и больше, он пьет сильнее и сильнее. Понимаете? Я на сколько раз подходила и говорит, Боже мой, я уже не могу. Ну, сколько можно? И она молится, Господи, помоги мне. Она не молится, что Бог избавил ее от него, потому что он муж. Но она говорит, я уже не могу, просто не могу видеть этот запах, смотреть вот это вот ворчание и недовольство бесконечное. Не могу, вот не могу. как вы скажете, кто искушает ее? И часто интересно, что, ну, не надо, ладно. Я вот, была недавно. И еще прихожу в вою, я Наташе несколько раз звонила, говорю, Наташа, я не пойму, такое чувство уже, ну, куда уже можно меня бить? Уже все излуплено. И потом стою, думаю, знаете, мы часто, и я бывала со сцены, такое говорила, да? А при чем здесь бить? Нам кажется, бьет Бог, бьет Бог, бьет Бог, хочет выбить. А что он хочет выбить? Я и сама не знаю. Ну, лупцует, 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 лупцует. И что он лупцует? Не знаю, ничего не меняется. Как лупцевал, так и лупцует. Эй, что за винегрет? Каша в голове. Некоторые дьявола гонят, отойди от меня, сатана, отойди, сатана, вон, вон, аааа, орут как вскоженный, как сумасшедший. Ничего не меняется ведь. И люди в полнейшем тупике. Одни пить идут, возвращаются. Другие блудить идут. Третьи еще куда-нибудь идут. И факт тот, что когда речь заходит об искушении, почему-то все сразу думают, что искушение – это сексуальные какие-то там негоразды. Причем вообще здесь секс. Мы можем искушаться во всем. Так вот Иаков в 12 и 13 стихе делает разделение. И он показывает, что между искушениями есть существующая очень жирная разница. И когда мы начинаем путать, тогда у нас полная неразбериха, которая вышвыривает нас туда. И очень интересно, что когда люди падают в грех, вы думаете, они что, хотели пасть в грех? Они же не хотели. Они ходят под этим давлением. Ты обзывал свою жену, ты обзывал и унижал ее всякими словами, как только мог. И что тебе, счастлив ты от этого? Нет, ты же сам себя казнишь, ты сам себя уничижаешь. Ты говоришь, дурак, зачем я это сделал? Боже мой, ну зачем? Я добавил еще к плохому плохое. Ну правда или нет? Что, хочется нам падать? Нам не хочется падать. Не правда ли? И происходит война, и мы даже не знаем, с кем воевать. Либо воевать со своей плотью, либо воевать с дьяволом, либо воевать с врагами. Ну кто вообще? Что происходит? Каламбур в голове полный. Или воевать с мыслями, или воевать с пастырами, или воевать с церковью, или воевать с гигаизмом. И, ой, ну, Боже, помоги. Ну Библия говорит, что все будут искушаемы. Библия говорит, что все будут искушаемы. И в том числе был Иисус Христос искушаем. В чем же разница? Еще раз вернемся в 12 стих. Блажен человек, который что делает? Который что делает? Который что делает? Переносит что? Потому что быв что? 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 Он что? Так что получается? Я пошел напился. Я хотел напиться. Не напился, разозлился и как дал своей жене. И что, пивенец за это получил? Я же не напился. Смотрите, в чем разница? Первый случай показывает нам, что искушение, в которое мы, скажем, мы должны переносить. я хотела сегодня взять гантелью, но мы ее забыли. Искушение, которое Бог дает мне, ты думаешь, я заеду? Нет. Они высомые, она тяжелая, достаточно. Попробуйте, она тяжелая. И Бог дает нам искушение. Бог дает. Галина, Бог никого не искушает. Сейчас мы доберемся, что делает Господь Бог. И вот ты смотришь, приходит на тебя давление, ты не поймешь, что вокруг тебя появляется какое-то облако, которое гнетет, и ты ничего не можешь в своей жизни изменить. Ты молишься, не помогает. Да, ты помолился, чуть-чуть стало легче, но обстоятельства, которые окружили тебя, не меняются. Под этим давлением Писание говорит, счастлив тот, кто что делает? Перенести давление, это значит поднимать гантель. Ее тяжело поднимать, правда? Сань, я тебя искала, иди сюда. У тебя это лучше, Павел, ты иди сюда. Быстрее. Поднимайся на сцену. Когда Саня был у нас, он каждое утро приходил и качался. У меня там есть такие штуковины, он качается, качается. И я с кровати вылезу, и гляну на него, он качается, качается, думаю, охота вот это человеку качаться. Спал бы себе. Где ты, Сань? Ну, если его раздеть, он ручки опусти свои, пожалуйста. Он красавец, красава. Возьми мне, пожалуйста, бутылку. И вот смотри, Сань, ну скажи, польза есть, если вот так вот ты ходишь от гантелей? Есть польза? Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть? Все-таки чуть-чуть есть, да? Ну, почему чуть-чуть есть, потому что, почему есть, я тебе сейчас объясню, потому что Бог взял искушение и положил тебе в руку, и она имеет что? Вес. Вес, конечно. Она по-любому имеет вес. И все, что нужно, написано в Писании, переносит. Переносит, и тот только счастливый, кто переносит. Кто не вякает, не стонет под ним, а переносит. Как переносит? Можно и вякать, и стонать, но все равно идти, это тоже хорошо. Начинает качать. Не так быстро. Тяжело. Не могу. Галина вечно не дает покорно сидеть, вызывает злобу. Я не могу же это слышать. Лучше я пойду в бутерброд. И кто переносит счастливый, кто просидел, слушая вот эту Галину, и еще при этом венец получит. А венец и награда какая? А, бицепсы красивые. А! Пользу принесла. Слышите? Пользу принесла. Искушение от Бога пользу приносит. До вас доходит чуть-чуть или нет? И ты ходишь. Пошли, Санечка, качайся. Ты повыше поднимай ее. И ты ходишь. И каждый раз, когда ты поднимаешь ее, жиры сжигаются. Конечно. А мускулы растут, правда? Обязательно. И ты же красавчиком становишься, правда? Однозначно. Ну вот. Как вы думаете, польза есть? Да. Как вы думаете, почему этот человек становится счастливым? Потому что польза есть. И чтоб глубже было вам понятно, вот эта гантель, тихо ее, туда-сюда. Это испытание, проще говоря, вашего характера. Понятно? Потому что ваше служение или ваше посвящение может вас до неба довести, а ваш характер может двери перед носом закрыть. А что, это возможно? А как вы хотите? Конечно, возможно. Красава, да? А, выше подняла. И не важно, что рост у него не очень большой, но красиво. Красиво? Из-за того, что красиво, хочется это делать. Правда? Это стимулирует. Правда? Красава. И хочется, 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 хочется. Да не могу. И что делает Господь Бог? Спасибо, Саша. Ты молодец. Спасибо. Садись, дайте аплодисменты. Господь. Хорошо. Приведу вам пример. Я не жалуюсь, но пример как есть. Смотрите. У меня вот после конференции, да? Я уже об этом говорила. У нас был, случился пожар. На меня свалилось столько работы. Анжела, которая у меня помогает, она заболела. Я ее не, она вправе заболеть. Вы поняли, да? И я осталась одна, одинехонькая. И каждый день у меня было по 6, по 5 человек, которых мне нужно было обслуживать. То есть они работали, мне надо 3 раза, 2 раза в день обязательно их покормить. А для того, чтобы покормить, мне же надо все это придумать, готовить, обслужить. И полтора месяца я все это делала. И я думаю, вот быстрее бы эта баня закончилась. Вот быстрее бы баня эта закончилась. Да, и где-то я делала это с радостью. Где-то я делала ворча. Где-то я делала это в агрессии. Глаза мои вас всех не видели. Но ты продолжал делать! Потому что ты не можешь это изменить. Понимаете? Ты не можешь. Ты и рад бы взять и исчезнуть из этого дома. Но ты не можешь это изменить. Это все, это как замкнутый круг. Понимаешь? Я говорю, Бог, что ты хочешь? Что ты хочешь от меня? Люди от конференции отдыхают. А у меня постоянная работа. Я хочу просто хотя бы лечь, вылежаться. Нет, у тебя... И здесь только начинают к концу приходить вот эти строительные работы. У меня мама при смерти приступ накрывает, и она полностью. И мне надо успеть и здесь, и здесь. И работники работают. И от мамы отойти не могу. И за врачами надо их встретить, перевезти, увезти. И заплатить всем надо. И ты стоишь и думаю, Господи! Я заходила вниз и просто орала. А-а-а! Мне говорят, ух, Галина, ты такая сильная. Ты такая мудрая. Мудрость – это опыт, чтобы вы знали. Понимаете меня? И я уже думаю, Господи, умру скоро. Я заходила, говорю, Господи, за что ты меня так ненавидишь? Что я тебе такого сделала? Я правда так говорила. Ты что, меня задавить хочешь вообще? Вы, я не знаю, мне уже ползком ползти к тебе, чтобы ты поверил, что мне просто тяжело не могу. Я сейчас говорю вам не для того, чтобы просто вы меня пожалели. Я хочу, чтобы вы увидели истину. И ты воешь волком и говоришь, Господи, но все равно от тебя я не уйду. Все! Я здесь вспоминала, почему именно меня ты призвал и поставил женой быть этого пастора, который без башни. Ему постоянно что-то надо, и надо, и надо, и надо. Оставьте меня в себе покоя. Мне, ему надо, надо, надо. И когда он тебе пытается утишить, он говорит, зато в старости будешь что вспоминать? Я думаю, Господи, Господи, ну что это такое? И первая мысль, которая приходит в голову, Бог, ты меня ненавидишь, Бог, ты злой, ты негодный. И тебя Бог говорит, да, 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 ой, как мне это нравится, супер. Бог, я ненавижу эту жизнь, забери мою жизнь, я жить не хочу. Я видеть никого уже не могу. Забери это. Ой, как же мне нравится. Давай, давай, раскручивай эту дилемму. И у тебя кипит весь разум. Вы сражаетесь с чем-то в своем месте? Не правда, и сражаемся мы все. И поэтому, если вы думаете, что пастора тут святые, и у них только ангелочки летают дома, вы ошибаетесь. И потом, когда ты начинаешь кричать, смотрите, который блажен человек, который переносит, блажен ты уже, эй, научись правильно смотреть, эй, научись правильно видеть то, что Бог запланировал для твоей жизни. Само то, что ты попал в искушение от Бога, является благословением для тебя. Это великая часть для меня, быть искушаемым самим Богом. Почему? Потому что это искушение изменит меня. Оно научит меня благодарить. И когда я это поняла, я зашла, говорю, Господи, спасибо тебе, что ты облепил меня этими проблемами. Бог, спасибо. И мой муж приходит, говорит, я удивляюсь. Как это ты еще тут скандал не учинила? Он, помните, сделал мне комплимент после конференции. Как это жена мне не помешала ее сделать? Думаю, ну и комплимент. Вы слышите меня, о чем я говорю, да? Вы чувствуете разницу или не чувствуете разницу? Ты не можешь изменить обстановку. Ты не можешь изменить обстоятельства. Ты что-то спланировал. Ты что-то хочешь сделать. И у тебя не получается. И ты все усилия применяешь. Ты все, что угодно, пытаешься, чтобы это изменить. И оно не меняется. И оно не меняется сегодня. Не меняется завтра. И ты дьявола изгоняешь. Оно не меняется. И ты еще что-либо делаешь. Оно не меняется. И еще что-то предпринимаешь. Ты начинаешь книгами обрастать. Ты начинаешь проповеди слушать. И нигде ты не находишь никакого выхода. И тогда ты падаешь на колено и кричишь, Бог, умираю! И Бог говорит, да, да, я только... Пускай плоть издыхает, я этого и добиваюсь. Вы думаете, плоть умирает так легко? Взял кинжалом, резанул и... Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Сделайте еще так шикотно! Кинжалом бахнул, боль адская. Ухо отсекли. Вы думаете, что прям там игульки были? Ага! Помните Иисусу, когда этот, и ухо взял Петр и Коша? Иисус знал, что ему было больно. Залепил его обратно. Больно, когда режет. Больно, когда дарит. Но Библия говорит, быв испытан, он получит венец жизни. И некоторые думают, ой, это венец, это мне пока я до этого венца доползу. Другое место Библия говорит, ну, даже когда вы будете испытываемы, Бог будет в испытании. И Бог помогает в испытании только тем, кто знает разницу, кто их испытывает. Если Бог вас испытывает, то Он вам и поможет пройти сквозь эти проблемы. Вы слышите меня? И когда я выла в подвале, слава Богу за подвал, приходите ко мне в подвал, молиться будем. Там так классно молиться, у меня уже вся улица слышит, как я там ору. И когда ты, когда ты начинаешь... мысль потеряла. А, и когда ты кричишь, Бог, 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 я не могу, я не могу. И ты слышишь, у тебя плечи, это чудо. Бог одевает, начинает одевать на тебя, примерять на тебя венец славы, который Он там тебе приготовил. И Он только его на тебя положит. И ты хочешь... Оказывается, у меня сил хватает. Ничего себе, пахала, пахала, пахала. Круто. А вот если пахать остановлюсь, все болячки, наверное, полезут. Не, остановилась и не лезут. И ты прошел. И некоторые говорят, я не прошел. Вы понимаете, я на Бога роптал, я стенал, я плакал, я жаловался. Не, 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 не. Когда мы через боль проходим и плачем, да, это ты все равно проходишь. Ты все равно проходишь. И ты не минуешь. Потому что обстоятельства вокруг тебя, через которые надо пройти. И все, что остается Маргарите, говорит, Бог, спасибо тебе за моего алкоголика. И я верю, что ты его изменишь. Я верю. И почему Бог до сих пор его не изменил? Один Господь Бог только знает. И почему эта церковь еще до сих пор не полна? Один Господь Бог знает. И это искушение является для меня, как для пастора. И это как ноша лежит у тебя бременем на твоем горбу, и ты не знаешь, что с этим делать. Потому что, когда ты вдохновляешь, воодушевляешь, а приходишь домой, тебе стыдно. И думаешь, Господи, ну почему? И ты задаешь одни и те же вопросы. Ну почему? Что? Если бы вы знали, сколько раз я кричала, Бог, почему церковь не наполняется? В чем дело? Что мы не так делаем? И каждый раз Бог говорит, да делайте-то и все. При чем здесь, что мы не так делаем? Просто делайте. Венец жизни, который обещал Господь любящим его. И в искушении никто не... Давайте прочитаем следующее. Следующий дайте стих, пожалуйста. Смотрите, да? Казалось бы, ну классно, Божье искушение. И тут вдруг в искушении никто не говори, Бог меня искушает. Опа! Не суразица какая-то. Там мы говорили, что Бог искушает, да? А здесь он говорит, но в искушении никто не говори, что Бог тебя искушает. Так как же разобраться во всем этом? И ты идешь по улице, такой святой, такой деловой, и идет стройная-стройная, с короткой юбкой, на высоких подборах. И твоя шея такая... И ты говоришь, ой, я сегодня искушаем был. Но я не согрешил. Но искушение было так рядом. Ты мимо пивбара идешь? Но я не выпил. Я пиво безалкогольное взял. Это меня Господь Бог искушал, проверял, выдержу или нет. Бог здесь ни при чем. И когда некоторые пастыра падают в блуд, к примеру, и они говорят, это девушка, вы представляете, я ехал, это потому что... И начинают объяснять. Это потому что я занимался изгнанием бесов, я гонял каждый раз демонов, я ездил по всем городам, и это мое служение, и я занимался изгнанием бесов. И вдруг, вы знаете, дьявол меня ненавидит, вы хотите со мной дружить? Я говорю, да, вас дьявол будет ненавидеть, он будет вас искушать. И я стою и думаю, господи, ничего, бред какой-то. И вот в один раз, вы представляете, я только зашел в этот самый, как его? Не, в поезде его, как это называется? Купе. Я зашел в купе, и тут она нарисовалась. И села, и сидит, лупает, лупает, лупает. Дьявол ненавидит меня, дьявол. И я не мог сдержаться. Когда Иисус Христос был ускушаем, Библия говорит, что дьявол ничего, что не нашел в нем. Был один пастор, который напился, вляпался, разбил свою машину в дребезги и говорит, это Бог меня искусил, чтобы меня научить. Бред сумасшедшего. Бог не искушается зло, в нем нет греха. Неужели мы думаем, что Бог положил Сына Своего Единородного, заплатив всю цену за тебя, вот такого, как ты есть, а потом взял тебя, посадил в машину, напоил водкой и пустил под колею. Ну, бред. Ну, если не Бог, тогда дьявол попутал. Дьявол, 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 дьявол попутал. Одни винят дьявола, другие винят жен, третьи винят соседей, четвертые обвиняют обстоятельства, пятые говорят, Украина, дурная страна. Летят в самолете три президента. Россия Путин, Лукашенко у Беларусь, и не, и, как ваш, не баба, хотелось сказать? Как? Не, Обама. Летят в самолете три президента. И вот Обама сидит и говорит, слушайте, господа президенты, если сейчас самолет начнет падать, не дай бог, говорит, как вы думаете, какая нация первая будет плакать? И все сидят, молчат. И пилот открывает дверь и говорит, Украина! Не дошло, Украины там даже не было. Вернее, смеяться, я не так сказала, смеяться. Какая страна будет смеяться? От радости. И пилот сказал, Украина. А украинца там даже не было. А почему бы украинцы смеялись? Президент бы умер. И все бы сказали, ой, искушения мои закончились. Нет, президента столько поменялось, а проблем как было, так еще больше увеличились. Поэтому ни от президента и ни от страны зависят наши искушения. Не правда ли? У моего сына есть уже три машины. Эх, ладно. Есть три машины, которые на пульте управления. Знаете, такие машинки? И она поехала. И вот один раз она перестала ехать. И он раскрывает ее. И знаете, как наши дети, они пытаются докопаться. А как оно ездит? Правда? Надо расковырять. И потом, когда он расковырял, там вот этот механизм самый, вот этот нарушил, который функционирует на пульте. Когда механизм этот нарушился, машина перестала ездить. А что она не едет? Батарейка, наверное, села. Плохая машина. Папа, купи мне новую батарейку. Батарейка, наверное, села. Да нет, ты же расковырял, ты же вытащил кнопку. Механизм искушения, который ведет нас ко греху, живет там, внутри. Под капотом. Мне понравился, как один проповедник говорит. Под капотом. Спрятку. Правда? И вдруг ты такой деловой, в служении стою и хожу, победители, тут исповедует церковь, Иисус на троне, и мы победители во Христе Иисусе, и все под ногами нашими. И потом бэмс, запил. Говорят, ну вы понимаете, одни говорят, возгордился, а Бог гордым противится, а смиренным дает благодать, ва-ва-ва. И когда ты задаешь вопрос, ну почему ты напился? Я не знаю. Жена довела прессингом своим, уже выхода не было, пошел и наклюкался. Не, 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 не. Не надо винить никого. Некоторые говорят, это сатана. И как правило, верующие настолько преувеличивают силу дьявола, что он уже такой прям вообще. Я вчера откровение получила. Не дьявол господствует над землей, Бог. И если вы видите, что столько зла, это только по одной причине, вы в новостях копаетесь и сидите, а в новостях показывают только отвратительные. А если бы вы послушали христианские новости, вы бы увидели, что делает Бог. Бог. Аллилуйя. Ну, давайте, давайте, давайте. Мы с ним все плохо, плохо. И все хуже, хуже, хуже. Так что получается? Бог не мой, а дьявол. Я никогда не забуду, когда нас обворовали дважды. И знаете, по какой причине? Не потому, что кто-то нас искушал. Потому что муж мой задал вопрос Господу Богу. И говорю, как это ученики принимали расхищение имущества с радостью? Как это, Господи? Открой мне, покажи. Я говорю, ну надо же было тебе спросить, как. И первый раз вынесли только технику, а второй раз вынесли все, все. А то, что не могли, вынесли. Просто распороли, растормошили и все. И мы пришли. Опа. И ходили в том, в чем только есть. Еще гостей полный дом привели с собой. Потому что это был мой день рождения. Поэтому я так хорошо помню этот случай. И один из гостей, африканец был у нас в гостях. И он пришел ко мне в дом. И он по-русски немного говорил, но не так хорошо. И он говорит, а что, что происходит? Руки так, высокие такие руки. А что происходит? Я говорю, обокрали, поздравили меня, говорю, с днем рождения. Все вынесли, даже где-то, я не знаю, чем покормить. У меня даже с холодильника пищу унесли. Он задумался, так думал, думал, наверное, у эти украинцы их не понять. Думал, думал. Потом приходит и говорит мне, только никому не рассказывайте, что вас обокрали. Я говорю, так как же не рассказывать? Так хочется всем рассказать. Посмотрите на мое искушение, насколько оно велико. Типа на меня посмотрите, куда... Ой, как мне тяжело, пососрадайте мне, все поплачьте со мной. Как я не расскажу? Не-не-не-не-не-не, закрой свой рот, ты ходи, начинай видеть славу Божью в искушении. Ну, я ничего не поняла тогда, думаю, да ладно, пусть говорит. И мы помолились. Он говорит, давайте я вас помолюсь. Я говорю, давай. И когда он помолился, мы упали, три часа с Сергеем хохотали так, три часа, можете себе представить, катались по полу и хохотали так, что у нас животы болели, и вот тут скулы все болели. И вдруг, когда я ворочалась на полу, хохота, хохоча, я вижу, я увидела видение, как мышь выскакивает из-под дивана. И он с копытами, с рогами, с длинным хвостом, как вот его рисуют, понимаете, бес. Ну, он вот такой, как мышка. И он такой, весь перепуган, вот так зажал себя, и так боится, и удирает, вот так несется, и чем я больше это вижу, я ржу, как вообще не... Я думала, у меня внутренности от смеху повылазят. Я так смеялась, и Бог мне говорит, вот дьявол пораженный, а вы ему столько почести отдаете. Он же лжец. Он просто дурит нас. Вот и все. Ну, настолько чести ему надо ему... Это дьявол. Ой, гляньте, что дьявол делает. Ой, гляньте, почему Бог не спасает. Почему Бог? Почему Бог молчит? А дьявол все сделает. А дьявол, смотрите, а Бог... Типа, Бог никакой, а дьявол... Да он сброшенный лакей. Понимаете, с неба сброшенный лакей. Подметала улиц. Бог спрашивает, откуда ты пришел? А он говорит, да я там ходил, бродил по улицам и искал. Помните? Помните этот... Да там ходил лакей. Ну, мы думаем, о, все сильные, все сильные. Как многих, что не случится, они кричат, это проклятие, это проклятие, это проклятие. Хочется сказать, да заткнитесь вы со своим проклятием, что вы лепите его, где не надо. Вы со мной. Люди так охотно верят в проклятие, а так туго до них доходит свобода Божья. И смотрите, что происходит с искушениями. Бог говорит, Бог не искушает злом. Бог... Иди сюда. Иди ты, да. Повернись задом. Ну, ко мне. И Бог не пихает меня, вы понимаете? А еще кто-нибудь, идите сюда из мужчин. Юра, иди сюда. И ножку ему поставь, поставь. Доброе желание. Ну, подножку. Нет, это ты слишком милостива. Вот так. А, подножку? Подножку. Подножку на мне. И некоторые думают, что Бог именно так и делает. Иди, иди. Нет, ты что перепрыгнул? Падай. А ты поднимай ее повыше, чтобы он не перешел. И думают, вот, 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 вот. И думают, что Бог так и ожидает, чтобы этот процесс произошел. И потом он хлопает, твои аплодирует, говорит, а, я тебе говорил, что ты негодный. Бог не искушается злом, люди. Бог не искушается злом. Не уходите, вы мне нужны. А ну дальше, следующий стих. И Бог не искушает никого, но каждый, скажи, каждый, искушается, скажите вместе, что делая, что делая, что делая громче, чем собственной похотью, вот той кнопкой, которая внутри, под капотом. Понимаете? Вот тот горький корень, который там зарыт. Хорошо. Ко мне пришла одна пара на консультацию. Это было уже давненько. И они говорят, и я спрашиваю у мужа, в чем проблема? Почему вы никак не можете договориться? Мы подаем на развод. В чем проблема? Спрашиваю у мужа. И муж мне рассказывает свою историю. И так поверхностно-поверхностно, знаете? Обычно поверхностно-поверхностно. Зарывают, зарывают, зарывают. Мы же гордые. Зарывают, зарывают. Ну, не сошли с характерами. Ну, просто не понимаем друг друга. Я говорю, ты хочешь сказать, что этот твой ответ меня как-то удовлетворил? Что значит, не понимаем друг друга? Ну, не понимаем друг друга. Короче, я пыталась, пыталась выдавить из этого мужика истину. Он мне ее так и не сказал. Он ее так спрятал. Я говорю, а по-твоему, какая причина? А жена рассказала свою историю. И я сижу на это все смотрю. И думаю, боже, как дьявол запудрил и обмазнул мозги людей. Понимаете? Мужчины, обращаюсь сейчас к вам. Каждый раз, когда вы думаете, что мы ничего не видим, вы ошибаетесь. Мы не только видим, мы чувствуем и знаем, чем это закончится и какой будет результат. Не потому, что мы умные. Потому что Бог нам дал два полушария, а не одно. И у нас есть... Мы не превозносимся. Нет, ни в коем случае. Все на своих местах. И мы не виноваты, что Он нас такими создал для вас. И помимо этого, Он дал нам интуицию, которую настолько чувствуют. Если с сыном что-нибудь случилось, мать не спит всю ночь. А папа дрыхнет, аж бульбы летят. Не так ли? Я не хочу ни в коем разе, я хочу показать вам разницу, чтобы вы получили свободу. И мы даже знаем, по какой причине иногда вы делаете некоторые... Я не знаю, какие женщины, но я знаю. И могу точно сказать, по какой причине мой муж так поступает. Ну, как правило, мужья думают, что мы девки ветреные, ничего не понимаем, особенно если ты блондинка, то все блондинки, весь мир говорит, типа тупые. Дурь. И все в это верят. Вы слышите меня? И все, что делает мужчина. Он говорит, ну я настолько свою жену люблю, я не хочу ее огорчать, и поэтому я не говорю ей всей правды. Просто я не хочу огорчать. Да ты не жену свою боишься загорчить, ты себя боишься обидеть. Мне больно будет, если она правду узнает, она мне как даст. И все, что вы делаете, вы прячете истину за большим забором. И вы не говорите, корень проблемы, а жена мучается изнутри. Вы понимаете, о чем я говорю? И вы хотите в этот момент, что-нибудь понять друг от друга. Вы же на иных языках разговариваете. И мужчины думают, если я скажу правду, что я лоханулся, моя жена возненавидит и будет унижать меня всю оставшуюся жизнь. И будет напоминать мне лох, 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 лох. И дьявол говорит, да, 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 так она и думает, так она и думает. Да, 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 точно, точно, точно. Мужчины, я могу вам поклясться за всех женщин, хотя Библия говорит, не клянитесь. Если вы скажете, что вы неуспешны, вы проиграли, у жены проявляется такой лёва внутри, что мы горы перевернём, чтобы вас поднять. Вы слышите? Когда мой муж научился изредка, изредка, когда я уже всё, не могу, изредка, он приходит и говорит, Галь, милая, если б ты знала, как мне плохо, потому что, и начинает говорить, я слышу, как у меня внутри поднимается рёв. Я думаю, всё, я сейчас пойду всех обидчиков буду косить. Всё. Я вчера опустилась в подвал и говорю, нет, сатана, нет, все враги падут перед Господом Богом моим, и я никому не позволю оскорблять имя священника в моём доме. Почему? А дьявол всё, что делает, чтобы закрыть, и вы страдаете, и мы страдаем, и дети наши плачут, страдают, и ничего не меняется. Мужчины! Бог нас и соединил вместе, чтобы вместе с вами принимать решения. Бог и соединил нас вместе, чтобы вместе с вами эти решения решить проблемы. Поэтому мы даны вам, а вы даны нам. Мы одно в единстве сила. Вот, где монолит связан вместе. Вот, в единстве. Если ты признаешься перед своей женой, это не означает, что она тебя как-то обвинит и скажет, ну, может быть, она скажет, ну, я же тебя просила. Ну, ничего, потерпи. Ну, она закатит рукава и пойдёт пахать. Она не будет спать. Она будет делать всё, чтобы ты завтра улыбнулся. Разве не так? Так почему вы унижаете женщин? Кто вам дал право унижать? Плевать нам в лицо и говорить, что мы глупые дуры. дети берут пример с вас. Ваши сыновья будут поступать со своими женами точно так, как вы. И вы будете плакать, видя, что твой сын издевается над своей женой, что он не собирается её понимать. Я не защищаю женщин у нас точно так, как и у вас много недостатков. Вот почему славянок любят за рубежом. Вот почему на нас хотят жениться. Потому что мы молчим и пашем как лошади. Потому что мы поплакали, умылись и пошли делать дальше свою работу. А если мы ещё христианки, мы можем терпеть. Это не означает кататься на нас, как на лошадях. Я хоть поплачу немножко. И кто-то из мужиков скажет, Алина, сегодня не в настроении. Ничего вы не поняли. Аллилуйя! Аллилуйя! Бог хочет, чтобы мы были вместе. Всё, что делает дьявол, он пытается всё, что он пытается разделить. И когда он разделит твою семью, он убьёт тебя же. И Библия говорит, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью. И как это происходит? Придите ко мне сюда где-то четыре-пять мужчин. Санечка, иди сюда, дружок. Быстро, быстро, пожалуйста, быстро. Увлекаясь, ключевое слово, увлекаясь. Господи, когда я это увидела, у меня прозрение. Сергей даже вчера говорит, вы ходите, у вас постоянная улыбка на лице. Я свободу приобрела, люди, и хочу вам её дать, чтобы вы поняли и перестали мучиться, так как мучилась я, понимаете? Только у меня сейчас не до улыбки, мне хочется просто перед Богом стоять и плакать. Он любит нас, вот таких ненормальных Он любит. Итак, Саня стоит внутри, а вы ещё два человека, подойдите быстренько, пожалуйста. Немножечко туда, встаньте чуть дальше от меня. Окружите Саню. Мобилку свою давай, за руки возьмитесь, вот, за руки возьмитесь. И вы не растягивайтесь, а поплотнее, вот так вот. друг к другу. И вот смотрите, Библия говорит, что праведник, он ограждён, он защищён. Слышите меня? О каком проклятии можно говорить, если вы благословлены? Не могут быть благословенные люди проклятыми. Поймите ж наконец. И вот Саня христианин, подними руку по машинам. праведник Божий. А я чёрт. И он там радуется, стоит в центре, стоит радуется. «Эх, я всё равно тебя найду, я всё равно тебя достану». Понимаете, о чём речь идёт, да? Библия говорит, дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого что сделать? Поглотить. и он ходит то волною. Какой я сильный, видишь, видишь, шторм, землетрясение. И он ничего не может сделать, потому что охрана и защита слишком сильна. Воинство ангелов охраняют святого Божьего. Вы понимаете? И он не может. Он пытается. Почему он, когда Иова хотел искушать, он говорит, бродил я, лазил по всей земле, искал, искал добычу. Добыча моя не уйдёт от меня. И ничего не получается. А тот радуется там внутри. У него там веселье, он помазан, он стоит в служении, он молится за людей, он изгоняет этого дьявола. И дьявол думает, нет, я всё равно его должен. Как вы думаете, что хочет сделать сатана? Смотрим написание. Увлекаясь. Что хочет сделать сатана? Сатана не может проникнуть к нему туда, в круг. Защита стоит, понимаете? Как бы он не бился, он не может туда. Что нужно сделать ему? Выманить его оттуда. Ага, выманить. И он понял это. И всё, что мне нужно, выманить. Ага, да, я ему... И он начинает говорить, да, я знаю, что ты святой. Ты молодец, ты помазан. дем ты проповедуешь, демоны трещат по швам. О, когда ты открываешь рот, орёшь, они прям ломятся в щели. А мудрости у тебя сколько. Да, я знаю, Бог наделил тебя мудростью. А телохранителей каких поставил. Везёт тебе, и ты там расслабляешься. Ну, ты молодец, ты святой. Ты молишься каждый день, ты постишься по 40-30 дней. Да, у тебя это получается и неплохо получается. Вообще, ты молоток, ты знаешь, ты молодец. Да, ты молодец. Ну, знаешь, а играть умеешь? Давай попробуем. Играем молодец. Раз. Раз. Круто, правда? Да. Класс. Слушай, ты прям попадаешь. И получается. Смотри, слушай. Ты знаешь, полгода сегодня крутая. А ты видел, девка песню спела? Супер. Правда? И песня хорошая. Принесите мне покрывало. и песня классная. Правда? Слушай, у тебя получается. Рост пританцовывается. Раз, раз, раз. И как-то ты не деваешься. И все круто. Скажи. Скажи. Он еще и поясни здесь. И у тебя классная. Ты как делаешь? Фигуро у тебя ничего. Ты знаешь? Ты знаешь, ничего. А теперь накрывай его. Все, попал. Все. И теперь я буду с тобой делать все, что я захочу. попал. Понятно. Что ж такое? Что происходит? Вы поняли? В чем дело? Вы поняли? Только что танцевали. Кто искушает? Спасибо, а то задохнешься. Стойте, 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 не уходите, стойте. Вернись туда. вы видите, что делает дьявол? Как вы думаете? Я ходила и спрашивала у него. Помазанник. И я его за это не ухватила. Почему? Он уже от гордости освободился. Он знает, что он помазанник. И когда сегодня я заявила, что я пророк, я говорила, это не от гордости, а от смирения. Вы понимаете меня? И когда я ему говорю, ой, ты такой мудрый проповедник. Он знает, что он мудрый проповедник. Почему? Бог ему давно показал. И он от этого уже все, он освободился от этого. Это не мешает ему слышать, как я его хвалю. Понимаете, да? Ну когда я сказала, давай поиграем, ушко сразу, а? Как поиграем? Что значит поиграем? А в картишке перебросимся. Слабо? И мужское эго сразу говорит, как слабо? Мне да слабо! Да я сейчас покажу! Эго закричала. Ух, да сейчас ты увидишь, как слабо! И дьявол ухватил тебя за крюк. И все, что его задача вытащить тебя из охраны Божьей. А когда он вытащил тебя из охраны Божьей, все, ты его. Кто искушал? Кто искушал? Похоть. Похоть. Чем искушен был этот человек? Тем, что живет глубоко внутри. внутри. Некоторые говорят, ну я не могла не переспать с этим человеком, не могла. Знаете, то, что живет у тебя внутри, это будет притаскивать всех остальных таких, как ты. Я посмотрю, блудницы идут по улице, я не знаю, как вы, я их вижу сразу. У них глаза по-другому смотрят. И смотришь, все мужики, полетели за ней, как будто от нее чем-то таким другим пахнет. Такая же девка, как и все. И все сразу раз! Как вы думаете, кто все сразу раз? У кого вот это внутри есть мы? Поняли? И оно притянуло тебя. И люди что делают? Падают. Падают. Не потому, что пастор не пил, не пил, не пил, не пил, и вдруг на тебе, как только получил новую машину, вдруг запил. Да ты и раньше пил, просто все это так спрятал, чтобы оправдаться перед людьми. Вот и все. И дьявол именно использовал, чтобы увлечь его, отдал ему машину красивую, еще кого-то там дал понюхать, как пиво пахнет и все и потащил. Так что же делать? Спасибо. Дайте аплодисменты этим мужчинам. Вы молодцы. аплодисменты Итак, два вида искушения. Одни искушения, которые дает нам Бог для того, чтобы сделать нас сильнее и для того, чтобы изменить нас. Скажи, изменить меня. И ты смотришь, когда ты проходил раньше, если бы это было со мной 10 лет назад, я бы, наверное, точно Ладно, я вам сейчас на конференции, когда я заболела, сейчас в лоб, смотрите, Алехандро был в декабре месяце, меня на конференции не было, я лежала пластом, не могла даже ходить. И мой муж собирается, я не обвиню его, я вам показываю ситуацию, и мой муж собирается, монатки, конференция заканчивается, я трупов лежу, у меня никого не остается, он говорит, ну, Алечка родная, я поехала, я говорю, ты куда? в Сибирь? Я ничего и нюхом не знаю, ничего и духом не знаю, как в Сибирь? А если я помру? Ничего, в морозильник положат, я вернусь, похороним. И я лежу, думаю, Господи, и это называется люблю. я не знаю, в шутку он это сказал, не в шутку, я не знаю, Бог разберется. И я легла и думаю, надо к маме спуститься вниз, мы уже задержались, да? Ой, намного задержались. Ну, позвольте, я закончу, не обидитесь на меня. Вы получаете что-то сегодня? И мне надо вниз спуститься к маме, потому что она лежит. Мне надо к ней, а я в туалет даже сходить не могу. На карачках ползу туда, потому что у меня вот так кружилось все в голове. И 12 часов, а ее надо покормить, было еще половина десятого, в девять, в полдесятого, уже где-то ее надо, потому что сахарный диабет, там нужен график. И мне надо уже дать ей, а 12 часов, а я думаю, как же мне спуститься вообще? А что мне делать? 11 часов, а я лежу и спрашиваю, Бог, а что мне делать? И у меня внутри обида, если бы вы знали, что со мной происходило в этот момент. Такая мясорубка. Я лежу, говорю, Бог, я не знаю, что мне с этим всем делать. Мне так тяжело, мне просто по-человечески невыносимо. Мне до гроба так обидно, что самый преданный человек, который рядом с тобой, меня подставляет в самую нужную, необходимую минуту. И я сижу, говорю, Бог, для меня это предательство. И что там, я внутри, дети, спокойно заходите. И что там внутри меня говорит, ну, он же не изменил тебя с какой-нибудь женщиной. Да какая разница, изменил, изменил, он бросил меня. И я сижу, и у меня, знаете, боль разрастается, разрастается, разрастается. И потом, что-то, как помимо меня, я сижу, говорю, Бог, ну, я знаю, ты меня никогда не заставишь. И я знаю, что ты сейчас со мной. И я знаю, и мне так трудно это было говорить, потому что это только нужно было говорить мне верою. И я говорю, Бог, я не могу подняться, я не знаю, что мне делать. И я не знаю, как эту ситуацию разрулить, я просто не могу. И я лежу на кровати, вою, говорю, Бог, но я люблю тебя. Больше всего в мире и мне некого любить, кроме тебя. Последний ушел. И дороже у меня нет в мире никого, кроме тебя. И даже самый близкий человек, подставил тебя. Я говорю, Бог, ты один. Иисус, ты один, самый любимый. Вы не представляете, как пришел ко мне Бог. Я до сегодняшнего дня, как начинаю об этом говорить, ощущаю его присутствие. Он меня так любил. И буквально через полчаса приехала Наташа. Она когда приехала, как глянула на меня, говорит, Боже мой, Галь, это ты? Я говорю, я, а я у пастора спрашиваю, как там Галина? Да ничего, аллилуйя, церковь помолилась, ей уже лучше. А я умираю. Вера, и ходимые, знаете, у нас все схвачено, за все заплачено. я сижу и думаю, Господи, он хоть вспомнит там где-то обо мне. И когда он вернулся, конечно же, он мне подарок привез, с чувством вины приехал, потому что я ему там написала потом признание в своей любви к самому единственному другу. не с упором, а поблагодарила его за преданность. И напомнила место из Библии, где Иисус сказал, я возлюбил церковь, жену свою настолько, что готов ради нее был умереть. А вы ради своих жен даже не можете футбол оставить, не говоря смерти. Вот как. И вот это искушение было от Бога. Представляете? И кажется, так кощуственно это выглядит, правда? Но Бог испытал меня. Если бы вы знали, какая я стала после всего этого, мне все равно, вы меня хоть пилите, хоть режьте. Понимаете? Я перестала обращать внимание, я стала как отмороженная. И теперь я хожу, и мне легко. И люди передо мной, что-то там, а я свое, и мне смешно. А я же вижу, почему они это делают. Они не видят. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Итак, Бог не искушается злом. Скажи соседу, Бог не поведет тебя к греху, чтобы тебя испытать. Нет, это не Бог. К другому повернись и скажи ему, и когда ты искушаем, не вини ни людей, ни жену, ни дьявола, не вини. Все, что тебе нужно, изменить себя. Вот и все. И Бог тебе в этом поможет. И прекрасно о том, что Бог в этом помогает, люди. И самое счастливое, когда ты видишь помощь в этом, это ни с чем не может сравниться. Это такая благодать, это такая селища, что хочется идти, делать, и вообще идти, и ломать, вообще все ломать на своем пути. Вы понимаете? А еще я послушала проповедь пастора одного епископа, жену одного из епископов, и оказывается, я не одна такая, через что прохожу. И когда я послушала, даже когда я вам говорю, вы проходите через то же самое, правда вам легче становится? И поэтому мы здесь, чтобы получить свободу, чтобы получить слово, которое нам поможет. Не правда ли? Аллилуйя! Аллилуйя! Воздать славу Богу! Аминь! Аминь!